Балтньюс, Литва, неудобно за соседей. Почему Россия не стоит подавать просящие компенсации при Балтике? Балтньюс.ЛТ 19 сентября 2019 года Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страны при Балтике должны совместно оценить ущерб от так называемой советской оккупации и добиваться возмещения, сообщает ТАСС. Несомненно, разумно будет принят во внимание исторический аспект, оценить ущерб по существу и, глядя в будущее, совместно обсудить, возможно ли формирование позиций с юридическим значением и в каком виде, сказал министр иностранных дел Эстонии, выступая в Риге Когу. В Литве даже был принят закон об оккупационном ущербе, который обязывает правительство заниматься этим вопросом. В Латвии по аналогии с Эстонией было принято соответствующее постановление парламента. Глава эстонского МИД отметил, что сомнение в целесообразности требования ущерба от оккупации равнозначно отрицанию самой оккупации. Если есть ущерб, пострадавшие жертвы, то есть и виновный, заявил он. Рейн Салун напомнил, что созданная ранее при Министерстве юстиции комиссия по оценке ущерба от советской оккупации продолжает свою работу и уже даже составила доклад о человеческих жертвах оккупации, однако количество этих жертв глава МИД Эстонии не уточнил. В начале этого года министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии, Янис Борданс, Эльвинас Янкиовичус и Урмас Рейн Салу, в рамках международной конференции в Риге заявили о том, что страны Прибалтики должны добиваться компенсации за нанесенный советской оккупацией ущерб. Примечательно, что республики часто говорят о советской оккупации, а недавно заговорили и о российской оккупации. Мнение сенатор подчеркнул, что в истории России никогда не было колоний в западном понимании этого слова. При этом российская сторона вкладывали в территории, которые присоединялись к стране в силу различных обстоятельств, значительные средства для их развития, они вытягивали из них соки. Думаю, что на этот раз нужно ответить главе МИД Эстонии предельно жестко, хватит заниматься попрошайничеством. Вы ничего от нас не получите, заключил парламентарий. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует... Продолжение следует...